Пишусь в тебя, как в зеркалах Приветствую! Так уж получилось, что в России много чего адаптируют и порой под раздачу попадает то, о чем мы даже не подозревали. Но в этом видосе на волне новой российской чепухи по типу «Две девицы намели в России» или же довольно неплохой версии громкой связи от «Квартета И» я бы хотел поговорить о фильмах и сериалах, которые основаны на американских первоисточниках, ну а нас, естественно, они вышли говном. Давайте посмотрим, бочаны! А я напоминаю, что мы разыскиваем отели и мотели в Москве и Подмосковье для съемок нового трэш-обзора. Ссылку на почту для заявок есть в описании, так что мы обязательно ждем. Ну а теперь давайте смотреть. Я напоминаю, что это не топ и не список, а просто рандомный набор. Как я встретил вашу маму Адаптация ситкомов — это дело деликатное. Например, «Счастливо, местили моя прекрасная няня» довольно хорошо распространялись в России по очень простой причине. «Первоисточник» был не настолько популярен, посему и снискал славу у нас. Но бывают и такие случаи, как с сериалом «Как я встретил вашу маму», когда «Первоисточник» популярен настолько, что в переиначивании не нуждается, но тем не менее, СТС это сделали в 2010 году. Это абсолютно скучный, беззубый и покадровый ремейк. Я видел видосы на ютубе, как оригинал сопоставляли с ремейком, и мы получали буквально репродукцию. Однако в мимолетных вещах ремейк все же проигрывал. Малое количество кадров и смена планов. Картонные декорации, которые будто по-быстрому переиначили с каких-нибудь папиных дочек. Совершенно отбитая массовка, которая отыгрывает диалоги друг с другом одновременно. Ну и этим КВНщикам до оригинальных актеров, как до луны, а как мы знаем, дьявол кроется в деталях. Паразитирование было настолько поразительным, что даже обладатели американских прав разрешили использовать русской версии сериала музыкальное оформление оригинала, написанное композитором Джонни Свихартом. То есть вы понимаете уровень бесполезной репродукции, да? «Как я встретил вашу маму», еле-еле прожил до второго сезона, а потом с треском провалился и закрылся. «Сия адаптация ушла далеко в ад, ну и туда ему и дорога». Ужас наших российских адаптаций заключается в очень пресном видении оригинала, из-за чего и получается чушь собачья. Поэтому лучше смотреть оригинал, а тем более на языке оригинала. Лично я сам люблю смотреть фильмы с субтитрами, а потом без них. Но лучше это дело направить в нужное русло и систематизировать, и поможет вам в этом школа английского языка Skyeng. Эти ребята подберут тебе индивидуального преподавателя, с которым можно будет найти особый метод обучения. Сделать упор на фильмы, игры, сериалы или учить язык по любимым книгам. Skyeng помогут сделать твое обучение языка легким, доступным, мобильным, а самое главное эффективным. И все это не вставая из-за компьютера или даже с телефона. Хочешь побольше домашки или поменьше? Поменять препода? Найди себе педагога для изучения американского сленга. Или наоборот, британца с идеальным произношением? Да, на здоровье. Запишитесь на первое бесплатное пробное занятие, а по специальному промо-коду получите два урока в подарок. Всем бульщит от Арнольда Ребзи. Ссылка на Skyeng в описании. Кстати, если ты учишься сам без всяких преподов, Skyeng дарит тебе бесплатный план для изучения английского. Можешь скачать внизу, также в описании. День Дэ. В середине нулевых в России было такое время, когда Михаил Пореченков правил миром. Он играл в громких проектах, вел популярные телешоу, постоянно мелькал в рекламах. В общем, он был везде. Ну и какое-то время титул русского Шварценеггера держал он, а не Александр Невский. Пару раз в интервью рассказывая, что он является большим поклонником Железного Шварца, а в частности фильма золотой эпохи видеосалонов Коммандос, можно было предположить, что мы получим какую-то свою адаптацию. Ну и получили хрень под названием День Дэ. Вы прикиньте, раскачаться как Шварц, фигачить краски на лицо так же, как у него, брать огромные бронебойные пушки, взять врагов, которые в тебя не попадают, и чтобы твое брутальное лицо смотрело из всех афиш России. Собственно, так оно и получилось. День Дэ, это покадровый ремейк оригинала, причем совершенно безвкусный. Вообще, забава заключалась в том, что оригинальная команда с умом не блистал, но все его огрехи списывались за счет антуража 80-х, прикольной музыки, хорошего экшена и, конечно же, брутального Шварценеггера, который был настолько непоколебим, что даже смешно. Пореченков же играет обычного Пореченкова с хмурыми бровями. Весь экшен это сплошное самолюбование, а драка мужиков в огромном чане с икрой, это просто капец. Даже если в оригинале дочь играла Алиса Милана, то тут Пореченков просто решил пропихнуть свою дочку, которая также актерским мастерством не отличается. У Пореченкова вообще был пунктик на адаптациях, вспомним даже доктора Тырсу. Но, к счастью, эти несуразные времена прошли, и как и о Дне Де, все благополучно забыли, а команды до сих пор смотрят и угорают с него. По-хорошему угорают. В Москве всегда солнечно. Так, ну, во-первых, не всегда солнечно. Я бы сказал, никогда не солнечно. Но есть потрясающий сериал под названием «Филадельфия всегда солнечно». Где с одного Дэнни Дэвита можно рафлить бесконечно, но где американцы, там это НТ. Хоть авторы и заявляли, что они перепишут проект под нашу реальность, все равно это покадровая копирка. Где просто чуть-чуть заменяются социальные проблемы, однако локации, актеры, конечно, более херовые актеры, мораль и вообще импровизационный подход, все здесь сошло в утиль. Если там многое действительно держалось на экспронте, то тут такое не прокатит, и все переваливается в среднюю импровизацию уровня КВНа. В общем, проект вышел в 2014-м и с треском провалился. А тем, кто не видел оригинальную «Филадельфию», гляньте, она того стоит. В спорте только девушки. Я обожаю фильм Билли Уайлдера в джазе «Только девушки». Это золотая классика американской комедии, которая показала, что смеяться над мужиками, которые могут переодеваться в женщин, не так уж и безнадежно, а вовсе наоборот. В дальнейшем комедия о переодеваниях была уйма, в частности и России, однако выделился обращик под названием «Спорт». Это фильм, где вся фабула пыталась выехать на фильме Уайлдера. Только саксофонисты сменились ноутбардистами, а место действия... Олимпиада. И заодно нужно было показать, насколько там прикольно. То есть это абсолютная заказуха, которая пыталась выехать на хайпе оригинала, что еще страшнее. В фильме довольно много политических отсылочек, даже Камилу там должен был сыграть Владимир Путин. В общем, сравнить эти картины – дело неблагодарное, и как и создавать подобное. С восьмым марта мужчины. Многие в свое время угорали с комедии «Нэнси Майерс», чего хотят женщины с Мелом Гибсоном. Это отличная сатира, которая спекулировала на вопросе, о чем, собственно говоря, думают женщины. Выход подобного зеркального ремейка был вопросом времени. И с восьмым марта мужчины поднимают вопрос, а о чем же думают мужчины. Но, разумеется, у сценаристов, а вернее сценаристки, ничего умнее не пришло в голову, кроме как, естественно, мужики думают только об этом. Оттого фильм стал более тупым, плоским и невыдающимся. Плюс главная героиня в исполнении актрисы Марии Берсеневой и рядом не стояла с Мелом Гибсоном. Соответственно, об актерских задатках тут речи не идет. Это просто эксплуатация довольно интересной темы, которая получилась весьма безвкусной. А жаль. Мужики не только думают о сексе. Например, еще нужно думать, сколько нужно накопить на большой набор лего. Беременный Конечно, старик Андреасян снял далеко не покадровый ремейк Джуниора с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Девита. Однако сама фабула да безумно схожа. Плюс у обоих картин есть штырки, которые заметно перекликаются друг с другом. И там, и там есть невысокий лучший друг, и намного его смешнее. И там, и там есть проблемы с противоположным полом. И там, и там гэги о зачатии, поэтому параллели неизбежны. Однако Михаила Глустяна рядом не надо ставить с Дэнни Девита, как и Дюжева с Арнольдом Шварценеггером. Конечно, Джуниор тоже был невыдающейся картиной, но вот беременный – это еще более жуткая бредятина. Какой бы спорной личностью не являлся Никита Сергеевич Михалков, однако стоит признать, что режиссер ему был хорошим. Этот человек снял огромное количество хитов в Советском Союзе и в конце 90-х и начале нулевых имел отличную репутацию в сфере кинобизнеса. Оттого стало странно, что в 2007-м все внезапно сошло на нет, и Михалков решил просто в лоб переснять культовую голливудскую драму Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Фильм, который является эталоном потрясающих диалогов и старителлинга, фильм, который везде обучается в зарубежных, ну и российских киношколах. Ну и можно было ожидать каких-то своих русских реалий, однако не вышло. В итоге «12» от Михалкова – это неубедительная и недостоверная клюква, которая захватывает лишь из-за участия ярких актеров. Я не хочу сейчас уходить в глубокую аналитику, и очевидно, что «12» – это не такой уж и плохой фильм, но тем не менее он заметно проигрывает американской классике. Поэтому, если хотите проникнуться историей «12 дядек», которые решают судьбу убийцы, то начните, пожалуйста, с американцев. А дальше как пойдет. Воин Конечно, с одной стороны, можно сказать, что каждая вторая спортивная драма копирует друг друга, однако «Воин» – уникальный случай. Сценарий оригинального фильма 2011 года Гевина А. Коннора был куплен, причем на законных основаниях, что довольно странно. В России ММА также довольно распространенный вид спорта, и каких-то своих личных камерных историй тут пруд пруди, зачем повторять американскую – непонятно. Возможно, просто Федор Бондарчук кайфовал от оригинального фильма и решил пропихнуть себя за одно сынка, которое, мягко говоря, ну, так себе. Говорить, что это просто две похожих спортивных драмы – такой себе выход, потому что уж очень много деталей, которые по удивительному стечению обстоятельств совпадают. Отец-алкоголик, конфликт братьев, основанный на детских обидах, один из них – морпех незакона, схожий финал и диалоги персонажей словно под копирку. Да, многие будут говорить, что этот фильм – плагиат, однако это адаптация. Довольно безидейная, ленивая, но все же законная адаптация. Смотреть на эту хрень довольно печально, но, собственно, об этом фильме уже все забыли, поэтому... Пошел воин в жопу. Побег. Культовый сериал 2005 года, о котором я даже не вижу смысла говорить, и как было внезапно, что в 2010-м нам выкатили российский ремейк, и не оба от кого, а от первого канала. Все потому, что Константин Эрц был фанатом оригинала и сказал, а давайте что-нибудь свояем сами. Ну и свояли. В итоге интересно, как потрясающая история в тюренном антураже превратилась в обычный проходняк уровня улицы разбитых фонарей. По крайней мере, снято не менее похоже. Причем в российских реалиях внезапно начинает появляться американизированный пафос, исполинское количество сходных сюжетных твистов, ну и поворотов. Как многие помнят, у главного героя на теле была татуха в виде карты тюрьмы, и многие рафлили с нашего российского ремейка, где эта татуха на теле актера просто не помещалась в начальной заставке, но это было смешно. Даже во время интервью режиссер говорил, что попал в сложную ситуацию, потому что вся команда видела оригинал, и все друг другу ставили подобную установку, цитата, «Ты видел американский? А теперь забудь про него». И мы все время старались его забыть. Однако на подкорке все равно будет сидеть, что вы снимаете бездушную кальку за три копейки. В это получился провал, о котором вскоре все забыли. Да, иногда, конечно, позорные мы вещи делаем, но что поделать? Пора закругляться, а то захочется сейчас ананасовый экспресс переснять. Бу, не надо. А какие российские ремейки нравятся вам или наоборот смущают? Ведь шквал довольно большой, но есть и годные образчики, как, например, сериал «Доктор Рихтер», «Родина» или вот недавняя громкая связь, так что мне интересно. А из новостей канала хочется сообщить, что «Киномыло по Дэвиду Линчу» часть 2 уже находится в печке, мы его готовим, и надеюсь, будет круто. Ну и спасибо за внимание, ступайте в группу «Пальц вверх», не заржавеет всех, люблю, всем пока. И не забывайте про заявки на отели для съемок. Муа! «Киномыло по Дэвиду Линчу» «Бленчу мабуу!» «Киномыло по Дэвиду Линчу» «Ухуу!» Киномыло по Дэвиду ЛинчуЛ»